Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я расцарапаю тебя Котик, котик, перестань О чем ты говоришь? Френ, моя дорогая, это ты? Не может быть Что такое, мой дорогой? Конечно, это я, кто же еще? Френ, ты дерево? Не глупи, помоги мне встать Секунду, где мои руки? Почему я не могу пошевелиться? Я говорю тебе, дорогая, ты превратилась в дерево Что? Ну как? Ох, мой дорогой, это конец Это все большой монстр Я знаю, он не даст нам вернуться домой Надеюсь, он не вернется Он очень страшный Он всегда возвращается Кажется, я его помню Еще с той ночи, когда мама и папа погибли Френ, я не хочу говорить об этом Хочу вернуться домой Но ты дерево, мой друг Дерево? Я не могу донести тебя до дома Кроме того, я не уверен, где мы находимся Я умру, котик, скажи мне Прошу, не говори так, Френ Не оставляй меня Но я чувствую себя такой слабой Ай, осторожней, сэр, почему вы нападаете? Вы можете сказать, где я, сэр? Хаула, хал, кулка, хала Прекрати, я вас расцарапаю Халка, рекуны, ингни Что не говорят? Ох, котик, почему это с нами происходит? Хаула Прекратите нападать У меня нет дурных намерений Котик, помоги мне Найди мою сумочку Может, я смогу что-нибудь сделать? Посмотрим, что я смогу сделать, Френ Так, я вяжу сумочку Я видел плохой... Так, похожие механизмы Они вращаются Так, мне, походу, что-то все-таки нужно Палка, 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 палка мне нужно Деревянная лодка Старый, сидящий на лодке овощ Прекратите нападать На моего друга морковка Ай-яй-яй, надеюсь, ты уже нашел сумочку Я нашел сумку Но я не могу ее достать Почему нет? Ой-ой-ой, сделай что-нибудь Там есть мост И много воды Но мост не работает Замечательно Что ж Заставь его заработать Я не могу тебе помочь А там круглые штуки Они продолжают крутиться обратно Тогда сделай так, чтобы они не крутились обратно И, котик, я люблю тебя Спасибо за помощь Ты самый лучший Я не могу понять, что вы говорите Подождите, мне тогда что-то нужное Все-таки Какая странная форма? Что это? Может мне обувь взять? Ботинок Фрэн Ботинок Фрэн Это колготки Фрэн Мне, походу, мне как-то нужно здесь За механизм Опа О, я возьму этот камень Он блестящий В зубках держит кошечек Давайте тогда сделаем так Я видел плохое Так, похоже, меха Так, стоять А это лунный камень Ничего себе Так, все, побежали Я достал сумку Только потому, что я лучший Лучший кошечек Это темный кошечек Опа Изучить Действительная книга Но я не могу ее прочесть Использовать О, не Нихуя Ахаука Ах, Рома Васкинул-то Куда вы меня забираете Сыр овощ Они хотят помочь тебе, Фрэн Я чувствую Ее как уроны Ера Не бойся, мой друг А, не бойся, мой друг Котик Останови их, пожалуйста Не оставляй меня Я буду рядом Голубка 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 Страна у них язык Ну, мы, короче, попали в какой-то овощной мир с вами Глава третья Вегетативное состояние Глава третья У нас началась Окей Ну, я не буду читать, да, что они, типа, говорят Я ж нихера все равно не понимаю Но они посадили меня в Приветствую, существо Меня зовут Жьяр Ты говоришь по-человечеству? По-человече? Боже мой Да Говорю Наконец-то Мой хороший друг Райца рассказал, что ты показал ему рисунок С четырьмя людьми и котом Полагаю, ты одной из них Маленькая девочка Прошу, прости моего друга, если он напугал тебя Мы никогда не видели человека, похожего на дерево Да, позвольте мне объясниться О-хо-хо Нет, нужды говорить, дитя Плод А плод все мне покажет Это плод? Нифига себе, Мэджик Хм, посмотрим Ты хорошая, без сомнений Искатель Правды Частое явление в семейном древе Боу Ага, тебя зовут Фрэн Девочка со стра... Страсти к жизни Я вижу большую... Большую любовь в существу Так, стоящая рядом с тобой Вот Защи... Так, защитник врат Интересно Вы можете видеть это все в плане? Тише Я вижу что-то еще Плод ничего не скрывает Вижу мир, который никто не должен видеть Кроме одного Что вы имеете ввиду? Вот, кроме одного Вы про монстров? Ты не должна быть здесь, Фрэн Это все, что я могу тебе сказать Мое дитя Я понимаю Вы можете мне помочь? Мы не можем отпустить тебя Это слишком опасно Ты не должна быть... Так Ты была узнать о нашем существовании Должен быть... Должен быть способ Скажите мне Я умерла? Умерла? Что это значит? Это когда ты больше не существуешь Быть деревом ненормально Должно быть, я умерла Смерть? Ничто иное, как отсутствие любви Если ты не любишь Ты умираешь Даже если тепло Продолжает ходить Если я не мертва Вы должны помочь мне вернуться домой Вот, подойди ближе Дай посмотреть на тебя Как тебя зовут? Меня зовут Мистер Полночь Красивое имя Как думаешь, Фрэн Должна вернуться домой? Думаю, да, сэр Верните нас домой Эээ... Умоляю вас У меня есть вопрос Эээ... Вы король? Ахаха Вы забавные Да, я король Король и версты Какая честь ваше высочество Мне нравятся ваши листья Они красивые Король, сэр Пожалуйста, вы поможете? Почему ты хочешь вернуться домой? Плод Поведал мне твою историю Вам почти не к чему возвращаться Есть много причин, сэр Но самое главное Это моя тетя Она защищает меня Я хочу, чтобы она обо... Эээ... Обо мне Кто-то заботился Я сбита с толку Хочу туда, где будет чувствовать себя Как дома, сэр Понимаю Ты очень храбрая Я просто хочу домой Прошу, помогите мне Есть вещи, которые я не могу сделать Но я помогу тебе Я проведу тебя к дереву Что отнесет вас домой Твоя задача пройти сквозь нее Правда? Большое спасибо А где этот дерево, сэр? Поговорим об этом позже Сперва ты должен научиться Говорить и ходить Да, сэр Было бы здорово Боюсь, я не могу Вернуть тебе человеческое тело Только великий волшебник может Но мы поговорим о нем После процедуры Сначала ты должна понять наш язык Ну, как я смогу понять Ваш язык? Где этот фрукт? Ля, это харчок Твои уши и язык будут понимать Но нет, но не глаза Ты не сможешь читать Не беспокойтесь Я всегда могу спросить Понимаете, вы понимаете, что я говорю Человеческая глядя? Да, понимаю Вы такой добрый Это удивительно Ты понял, котик? Нет, я не понял Требую один фрукт для себя, котам Ваше высочество Бен Тебе не нужен фрукт, миссер Полныш Наш остров Паолон Ароматов и звуков Скоро ты взглянешь на все Как на свой мир Никаких сомнений Ты справишься, котик? И, сэр Вы знаете, почему я стала деревом? Да Но не думаю, что я так Я тот Кто должен отвечать на это Теперь перейдем к процедуре Ты боишься высоты? Ну, зависит от высоты А что? Отведите ее наверх Немедленно Куда вы меня несете? Что вы собираетесь со мной сделать? Доставьте Доставьте Достать тебе пару рук и ног Все будет хорошо Я буду ждать тебя, френд Я люблю тебя На, меня с крышками вытащили Так, вам пока водичку похлебаю Добрый день Меня зовут Полон трассы И я твой доктор У тебя экстренный случай Ого, удивительно Какая большая и пушистая штука Прошу прощения А, нет Прошу прощения Ой, простите Просто я никогда не видела подобного Вам Я... Я все еще пытаюсь понять Что это... Что это реально Меня зовут Френ Я человеческая девочка Король прислал меня За руками и ногами Чтобы я смогла отправиться домой Человек Мы сможем достать тебе пару ног и рук Нам придется летать далеко Чтобы исправить это Ты готова Ощутиться в лапах чудовища? Какого чудовища? Меня Я чудовище Полетели? Он бы с ряной головасика похож Вот эти, знаете Что в воде водится Типа жабы Это какие-то лица Вот мы и здесь Ух ты Это место такое красивое и спокойное Хотела бы я остаться здесь Спасибо Это мой дом Здесь я был рожден Дух великого волока Создал его Здесь самая чистая вода Во всей вселенной Чего себе Звучит здорово Кто такой великий волока? Ты не слышала о пяти реальностях? Он король первой реальности Давным-давно он воевал с тем Тьмой и пал Он пал так сильно Его сердце было разбито Он был один Он прибыл в Иверсту И его кровь окрестила воду В розовый цвет Вот почему она такая чистая Это длинная история Ого, звучит грандиозно То есть я не знала о других реальностях Но как ты здесь и оказалась? Что привело тебя в Иверсту? Мой котик, мистер Полноч И я возвращалась домой Я была так рада, что Его снова видеть И обнять Мы потом упали Это сделало большой монстр Который нас преследовал Он сломал мост И он хотел моей смерти Кто хотел твоей смерти? Звучит ужасно Я предпочитаю не говорить об этом Но, сэр доктор А вы знаете, почему я Стала деревом? Да, иногда наши желания Так сильны, чтобы Освобо... Так Что сбываются? Ты сделала это, чтобы Остаться в живых Твоё человеческое тело Было уничтожено Но ты хотела остаться с собой Хотела сохранить себе жизнь Поэтому ты Так Заняла пустоту оболочку Чтобы сохранить свои воспоминания Я впервые вижу, чтобы человек Использовал дерево В качестве окона Но тебе... Ну... И опасно здесь находиться Это делает нашу... Так... Землю... Уязвимой Я сама это сделала Ого! Ну... Полон трассе, сэр? Как? Я не поняла Что сделала Что... Что-то Ты не поняла Что сделала? Ясно Что ж Прибыв в Ивесту Ты открыла двери Между нашими Реальностями И пока эти двери Открыты Нежданные существа Могут попасть сюда Если это произойдет Баланс будет Отравлен Есть только один Так Есть только один Кто хотел бы отправить Вторую реальность Монстр Жуткая чернота Он плачет Я не могу смотреть Как это происходит Вновь Просто не могу Не грустите, мистер Не грустите, доктор Если ошли о том, что сделала Я не хотела Ах, маленькая девочка Ты такая Милая Тебе ни о чем Сожалеть Ты особенно Но давай Сосредотомься На твоих руках И ногах Хорошо? Да, доктор Воин солнца Дух воды Дайте, Фрэн Ее руки и ноги Как ты себя чувствуешь, Фрэн Из Эверсты? Я чувствую себя Прекрасным деревом У меня есть листья Раз, что тебе нравится Я говорил, что мы Это исправим Это волшебная вода Она Может Так Починить все, что угодно Что угодно? Думаете, она сможет починить моих мамочку и папочку? О чем ты? Починить? Что с ними не так? Чего, доктор? Большое спасибо за помощь Вы лучший доктор, что у меня был Вы пушистый и красивый У меня был другой доктор по имени Верн Он был просто злым стариком Стариком? Думаю, это не так Может, он просто следовал правилам? А теперь пойдем Я отнесу тебя на станцию Окей, мы стали девочкой деревом Эх, как-то так Вот и мы Покажи королю Жьяру Каким гражданином И версты Ты стал Еще раз спасибо, доктор Вы должны познакомиться с моим котиком С моим котиком Это было бы прекрасно Скоро увидимся До свидания Вот, теперь я мог уходить, да? Она ходит Как нормально Пушистый Пушистый котик Ах Тебе нравится? Ха-ха Вот и я Фрэн, дорогая У тебя листья на голове? Ты красивая Позвольте взглянуть на тебя Каким гражданином Эвереста ты стала? Спасибо, сэр Доктор потрясающе Он творит волшебство И с помощью воды Ну, он грустил Он рассказал мне много вещей Но я не совсем поняла Не волнуйся Палантарас будет в порядке Я знаю причины Нам нужно уладить кое-какие проблемы Но тебе не о чем беспокоиться Давай лучше поговорим о том Как тебе вернуться домой, хорошо? Да, пожалуйста Вы говорили что-то о великом волшебнике? Да, только великий волшебник Сможет вернуть тебя в человеческое тело И у него есть камни Чтобы открыть двери Которые приведет тебя домой Где волшебник? Какие камни? Эта земля полна непонятных вещей Ха-ха Еще не вышла из замка А уже хочешь все знать? По страсти, о которой я говорил Имей терпение, Фрэн Великий волшебник живет Внутри великой горы Котрэн Но мы его не видим уже некоторое время Найди его и все будет хорошо Почему вы сами не пытаетесь найти великом волшебника? Мне было бы необходимости Это логично, понимаешь? Для нас не нужно колдовать или варить селе Мы можем это сделать сами Более важная задача волшебника Защищать камни, открывающие дверь Понятно Выходит камни, это ключи И где эта гора, как вы сказали? Тебе придется поспрашивать Следую за указателями Мне пора идти Но я вернусь, чтобы помочь тебе открыть дверь Хорошего тебе дня И верст, и удачи в поисках Великого волшебника Окей Ты видел большое существо, котик? Это Палом Траст Он починил меня Да, он очень пушистый Че не забыл? Вот твоя сумочка Так, спасибо, котик Ты видел мои таблетки? Нет, может они на другой стороне озера Рядом с твоей одеждой Что ж В любом случае у нас есть другие дела Нам нужно найти волшебника Так, король также говорил что-то о горе Да, гора Катрем Великий волшебник живет там Пойдем Так, сразу давайте сумку посмотрим, что изучить Я хотел... Так Я охотилась за правдой, но открыл нечто другое И я обнаружил то, что мои чувства не в силах показать Я нашел истину Которая молча таилась в его неизвестности Леон Костеля Один из тысячи Вау, 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 маски, хорошо Одиннадцатая июля 1908 год Меня зовут Леон Сейчас мне 92 года и я живу один в маленьком доме вдали от города Стоит признать, я никогда не любил драгоценностей дома или одежду Дома или одежду С самой Одессы я разговаривал с животными Растениями и насекомыми Я хотел... Так... И хотел я не получать ответы, а никогда не отпускать Не отступал Я никогда не отступал Я хотел не получал... Сейчас И хотя я не получал ответы, я никогда не отступал Если вы это читаете, возможно вы ищете ответы Видите то, что не видите другим Или можете почувствовать то, что и другие избегают Вы можете прислушаться к тишине Это Леон? Мистер Леон старый и он кажется грустным Возможно вы видите то, что не видите другим Да, очень похоже на меня Интересно Второй, он кажется грустным Посмотрим, что это написано Много лиц Выглядит любопытно Эти лица плачут кровью Леон Карстиан Один из тысяч Интересно, что это значит На 17 декабря 1875 год Я не могу остановить это Я не могу контролировать Я повсюду вижу черные тени Кровь Послания Крики Боль Я не могу понять, почему это происходит со мной Черные тени Я тоже их вижу Они повсюду Нет, ага Ты видишь Так, 19 октября 1875 год У меня было видение Я все еще вдыхаю страх и Так, и веду борьбу со своими собственными разумом Одной стене спустилась с небес Я подумал, что это ангел Его звали Рэмон Принц тьмы из пятой реальности Он говорил со мной Игрался и показывал мне Всякие ужасы Он сказал мне, что я ключ К его существованию Так Плачь от того, что больно В моей голове камень мудрости в моей голове Плачь от того, что больно Да, жутко Монстр и другие люди делают больными Камень мудрости в моей голове 13 января 1876 год Я вижу в себе повсюду Другого себя Говорящую ложь Рассказывающую о своей боли И страдающую о своей жизни Другой я хотел, чтобы я совершил самоубийство Но улыбался, когда произносил эти слова Убей себя И я пытался загипнотизировать его словами Но всегда было что-то, что спасало меня Должно быть это Любовь к жизни Бедный мистер Олеон Хотя мне нравятся рисунки Ах, это хорошо Должно быть это любовь к жизни Так, 15 января 1876 год Так, я повстречался с тенью Впервые она заговорила со мной Камалы Их рассказы называются Камалы Они выискивают слабости и боль Я спросил тень об одержимости человеческим телом И она ответила Мы рождаемся и кормимся от страха И неконтролируемой болезни человеческого разума Для них мы невидимы Но наше существование охватывает каждую живую клетку тела До самого конца После этого начался дождь и тень Покинула меня Оставив за собой Масляной след Полагаю, вода может их очистить Фу Здесь есть существа Интересно, почему люди их не видят? Они существуют и делают люди больными? Хоже дело в том В этом осознании их существования и избежания фактов 16 января 1876 год Увидев, как Камалы регулируют на воду Я решил проверить небольшой эксперимент Провести небольшой эксперимент В прошлой ночи я обнаружил нечто удивительное Получается, что Камалы превращаются в новый вид существ, когда подвергаются возникам воды Так, на метаформы было довольно больно смотреть После ужасных криков Камал успокаивается и начинала плакать на земле А казалось, будто боль исчезла Спустя несколько минут Передо мной возникло яркое и мирное существо Хи-хи Они так Они тают, как злые ведьмы в сказках А, я понял, это типа про Гретель и ботиночки, когда она типа пролила воду Ах, мирные существа Если бы я выглядел, как они Я бы отправилась Что? Если бы я выглядел, как они Я бы отправилась пугать плохих людей Казалось, будто яркое существование могло считать мои мысли Я благодарю вас за то, что разбудили меня Я страдал Я должен отправиться туда, где мне есть место И верста ждет Всем волокна следует отправиться туда после пробуждения Пойдемте со мной, если хотите увидеть свет У вас есть ключ? Он сказал Я не ответил Спустя некоторое время он исчез Могла читать мысли? Немного странно По-моему, мы всегда боимся вещей, которые не понимаем Особенно, если они кажутся хорошими 2 февраля 1876 Я перечитываю свои записи, чтобы убедиться, что ничего не успел Я вспомнил ремона из пятой реальности Если существует пятая реальность, должно быть по крайней мере еще четыре Я подумал, что верстая может быть не городом в этом мире, а самой реальностью Хотел бы я, чтобы все ответы пришли ко мне Я глубоко сожалею, что не принял приглашение волокон С тех пор, как я увидел волокон Эта схема постепенно Так, постоянно свертится в моей голове Как и одно предупреждение Время — это ритм вашего восприятия Я не понимаю, что этот рисунок Хотя, выглядит интересно Может он показывает, как выглядит время Может это быть наш мозг Это типа измерение Или это типа, знаете, наш взгляд на реальность Типа это наш глаз И как мы его видим 13 марта 1876 год Меня навестил мой сын, Прайн Я рассказал ему про то, что я видел Но он не захотел слушать и ушел Я его не виню Я понимаю, что моя реальность невидима Для большинства людей Хотел бы я найти друга, похожего на меня Потому что мой сын, он думает, что я безумен Одиноко без семьи, да? Вам стоит завести кота, мистер Леон Мой сын думает, что я безумен Ха? Я не безумен Я вижу их 25 июля 1876 год Твое тело и разум начинают понимать Закономерность Жесть становится довольно легко контролировать Когда вы исключите все социальные законы И будете принимать лишь законы нашей реальности Ведь они являются не только законами Но и манерами и поведением Химическими манерами и поведением Законами природы Без этих манер поведения Без этих законов Мы не будем существовать Порой мне бы хотелось Хочется быть листочком На земле Покойным Покуда приближается смерть Мне нужно подумать о химии Так Подучить химию, чтобы понять, что он имеет в виду Это можно оказаться интересно Понять, как мы устроены Попопла Ой, он кажется грустным Так печально Так, сейчас Мой кошак пришел, да? Мистер Полночь Мой кошачок Ой, там шунулись и дождь Самася Так, продолжим 11 ноября 1876 год Прошлой ночью после урагана Огромный зверь посетил мой сад На несколько секунд А потом исчез Я нашел странную бутылку с розовой жидкостью На том самом месте Где про... Так Приземлился зверь Я не могу в полной мере понять содержимые бутылки Я обнаружил красные кровяные тельца И Нераспознанные бактерии Кажется, бактерии избавляются любой живой существ От негативного воздействия Я полил небольшое количество розовой жидкости На умиращее растение И оно расцвело Через несколько минут Я перер... Так Порезал палец, чтобы Проверить жидкость на человеческих тканях И через... Так И порез затянулся через пару секунд Эти бактерии могут действовать в качестве Тромбоцептов и лейкоцитов Но с очень высокой скоростью Ой, что это может быть за существо? Ах, таинственная розовая жидкость И рада, что растение поправилось и расцвело 22 ноября 1876 год Мне снились тысячи черных котов, окружающих мой дом Большие желтые глаза, смотрящие в мой сон Существа, растяющие так И версту Разнообразны От корней до гигантских насекомых Корни были первыми в этой растительности Насекомые прибыли позже Я выучил их язык и числительность И верст Ух ты, мне нравятся эти картинки Много котета и красок Ах, и верста Кажется, будто из книги дают свежий ветер Похоже, кто-то вырвал несколько страниц Так, афи, хап Алфавит Так, великие валоки Являются началом первой реальности Прайм-свет Щит-валок Стряние тело валков довольно разница с нами Они состоят из фотонов и звуковых волн Также они одновременно мужского и женского пола Когда детеныши достигают 299, 792, 459 лет Их хоронуют щитом Топос Как-то не письмо Открывать кошечки эти Так, Жьяр Создание Великой Валок Королей Инвесты Второй реальности жизни 13 января Ой, февраля 1877 год Во время прибытия в Иверсте Ты становишься тем, кем бы ты не мог стать на земле Здесь листья поют Падают из деревьев А вода Шепчет свою мудрость, когда ты ее пьешь Ах, красивые существа Они мне нравятся Мне нравятся деревья, кристаллы и трава Все Мудрость в воде Пандора Пандора Создание пяти Реальности Не там минимного существования Находится в человеческом мире Третья реальность Земля, Марс и Юпитер Создание Практика воли Подожди, то есть Это пять миров Пандора Создана пяти Реальностей Неотъемлемое существование Находится в четвертом мире Третьей реальности То есть мы живем в третьей реальности Ребят с вами Нерседе Конец колебаний Когда оба конца Противоположности Одинаковы Находится в третьей И четвертой реальности смерти А Четвертой реальности Смерть Ну да, в принципе У нас тоже смерть существует Бабука Конец света Какая Как много голов Видимо это существо Много думает Бровь повсюду Конец света Земля Это моя планета Смерть 23 марта 1877 год Мать Мабука отпускает меня. Я провел 15 дней здесь, в логове Мабуки, и я устал. Мне больше не нужно прятаться от боли, ведь она является частью меня. Кажется, будто любовь везде и во всем. Мне нравится плакать, мне нравится смеяться, мне нравится быть живым. Если темные вещи есть темные, так же темны. А как они друг друга видят? Может им нравится темнота, потому что они такие уродливые? И они настолько уродливы, что предпочитают не видеть друг друга. Сапись без даты. Я готовлюсь вернуться домой. Мабука отправила меня в бесконечные пределы, логово Мабуки, и я ждал Люцифера. Я жду Люцифернов. Это этих жуков? Я должен подружиться с ними, точнее стать одним из них. Люциферны собираются в нити. Вот почему они выглядят так, как будто потрачивают волосы, а большее лицо служит средством общения и отпугивания хищников. Надеюсь, мое тело выдержит путешествие. А, то есть он чисто стал, как они, да? Должно быть там сидит мистер Леон. Это те, сиящие насекомые? А где гребень? 2 октября 1878 год. Гравитация собирает, так, собирает частицы, чтобы создать новые. Это сила созидания. А я созиданием... Так. А с созиданием эволюции неизбежно. Что это? Рисунок слева похож на антенну? Ох, нет. Кто-то вырвал остаток. Я никогда не узнаю, что произошло с мистером Леоном. Это, скорее всего, данные какие-то, либо частицы, я не знаю. Ну, смотрите, в принципе, в этой серии мы с вами пришли полностью, что... Ну, как это назвать? Типа, дневник. Поэтому давайте... Ну, у нас уже время уже поджимает. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Посмотрим, что будет дальше. Поэтому всем пока. Пока.